Вернувшись по вечеряющим снегам, из села в свою мызу, слепцов сел в угол на низкий плюшевый стул, на котором он не сиживал никогда. Так бывает после больших несчастьй. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь. Именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает обороненную шляпу, когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной, до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел слепцов. Флигель соединен был деревянной галереей. Теперь загроможденный сугробом, с главным домом, где жили летом. Незачем было будить согревать его. Хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые израстовые печки истопить. Дело легкое. В углу на плюшевом стуле хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме. В окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий тучный слуга, недавно сбривший себе усы, внес заправленную керосиновым огнем налитую лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку, розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо. «И сюда ее ешь!» Потом он вышел, мягко скрипнув дверью. Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке коже прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула. Глава вторая. Когда на следующее утро после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горе, Слепцов вышел на холодную веранду. Так весело встретила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отражения цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, оплепивший ступени крыльца, а с выступа крыша острыми вниз. Свисали толстые сосули, сквозящие зеленовато-синевой. Сугробы подступали к самым окнам флииля. Плотно держали в морозных тисках оглушенная деревянная строительница. Перед крыльцом чуть сдувались над гладким снегом белые купола клумб. А дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лампы под пухлым и сверкающим грузом. Слепцов в высоких валенках в полушубке с каракулевым воротником тихо зашагал по прямой. Единственной расчищенной тропе в эту слепительную глупь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан, и что на склоне сугроба песьи следы, шафранные пятна, прожегшие нас. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнул с перил толстый пиршистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. Под склизким доском, усеянным сережками, проходил его сын. Ловким взмахом с очка срывал бабочку, севшую на перила. Вот, он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы. Рука теребит цепочку, и кожаный кошелек на широком поясе. Весело расставлены милые гладкие коричневые ноги, в которых в коротких соржевых штанах, промокших сандалиях. Совсем недавно в Петербурге, радостно, жадно поговорив в блюду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, он умер. И вчера Слепцов перевез в тяжелый, словно всею жизнью наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп, в лес сельской церкви. Было тихо, как бывает тихо только в погожий морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и оставляя за собой в снегу синие ямы. Пробрался между стволов удивительно светлых деревьев. К тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами исп, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова. Каждый удар звонко отпрыгивал в небо, а над белыми крышами придавленных исп, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест. Глава третья. После обеда он поехал туда, в старых санях с высокой прямой спинкой. Над морозом туго хлопала селезенка воронного мерина. Белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часа у могильной ограды, положив тяжелую руку у шерстяной перчатки на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования. Словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимые следы его быстрых сандалий. Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с ним тяжелым рыданием раскрылась и пахнула каким-то особенным незимним холодком из гулких железных синей, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом. Мебель саваннах казалась незнакомой. Вместо люстры висел с потолка неизвенящий мешок, и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешанных картин. Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ноги, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя, чуть коптящая лампа, и скользнуло его большое бородатое лицо. Он сел у голого письменного стола, строго из-под лобья оглядел бледные в синеватых розах стены узкий шкаф, вроде конторского, с выдвижными ящиками. Снизу доверху диван и кресло в чехлах, и вдруг, уронив голову на стол, страшно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву, цепляясь руками за крайние углы. В столе он нашел в тетради, расправилке, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоящим 3 рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он порванный сачок, кисейный мешок на складном обруче, и от кисея еще пахло летом травяным зноем. Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал махнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие мягкие крылья. Теперь они давно высохли. Нежно поблескивают под стеклом хвостатые махалоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных кропинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь, их название слегка картава, с торжеством или пренебрежением. Глава четвертая. И как раз подвязывал ее к ее крестообразной макушке свечу. Когда Слепцов, озявший заплаканной с пятнами темной пыли, приставший к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой, увидя на столе елку, он спросил рассеянную, думая о своем. Зачем это? Иван, освобождая его от ящика, нескольким круглым голосом ответил. Праздничек завтра. Не надо, убери, поморщился Слепцов. И сам подумал. Неужто сегодня сочельник? Как ты ее забыл? Иван мягко настаивал. Зеленая, пускай постоит. Пожалуйста, убери, повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына. Сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первая часть листа тетради был наполовину вырван. На торчавшем клочке остались часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы. Ходил по болоту до боровичей. Сегодня идет дождь. Играл в шашки с папой. Потом читал скученейшую фрегат-палладу. Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел. Слепцов поднял голову, проглотил что-то, горячее, огромное. О ком это сын пишет? Ездил, как всегда, на велосипеде. Стоял дальше. Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость. Это немыслимо, прошептал Слепцов. Я ведь никогда не узнаю. Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающийся на полях. Сегодня первый экземпляр траурницы. Это значит осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала. А я с нее так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую. Он ничего не говорил мне, вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб. А на последней странице был рисунок пером. Слон. Как видишь, его сзади. Две толстые тумбы. Углы ушей и хвостик. Слепцов встал, затрая с головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий. Я больше не могу, простонал он, растягивая слова. И повторил еще протяжнее. Не могу больше. Завтра Рождество с короговоркой пронеслось у него в голове. А я умру, конечно, это так просто. Сегодня же. Он вытащил поток, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы. Смерть, тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение. Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе. Рядом сквозила светом кисея сачка. Блестел жестяной угол коровки. Слепцов зажмурился. И на мгновение ему показалось, что до конца понятно. До конца обнажена земная жизнь. Горестная до ужаса. Унизительно бесцельная. Бесплодная. Лишанная чудес. И в то же мгновение щелкнуло что-то. Тонкий звук. Как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел, в бисквитной коробке торчит прорванный кокон. А по стене над столом быстро ползет вверх черное сморщенное существо величины смыш. Оно остановилось, цепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену. И стало странно лепетать. Оно вылупилось от того, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе. В теплую комнату. Оно вырвалось от того, что сквозь тугой тулы шелк кокона проникло тепло. Оно так долго ожидало этого. Так напряженно набиралось сил. И вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки. Бархатные бахромки крепли, наливаясь воздухом в верные жилы. Оно стало крылатым незаметно. Как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья еще слабые, еще влажные. Все продолжали расти, расправляться. Вот развернулись до предела. Положенного им богом. И на стене уже была вместо комочка, вместо черной мыши, громадная ночная бабочка. Индийский шелкопряд. Что летает, как птица, в сумраке вокруг фонарей Бомбея. И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.